Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же интересненького я сказала для себя на этот раз. Я заказывала всю свою корейскую косметику на ebay. Эту посылку доставила мне служба Fitex, она долетела из Южной Кореи буквально за несколько дней. Но давайте смотреть, что же здесь внутри. Посылка сегодня маленькая, но, как я надеюсь, очень для вас будет интересной. В этой посылке сегодня очень много средств, которые я называю офигенчики. Это маленькие копеечные вещицы, без которых, конечно же, вполне можно обойтись, но которые делают уход за кожей настолько удобным и комфортным, что обходиться без них совершенно не хочется. Ну, давайте смотреть, что же такого на заказ. Лето – это время отпусков и поездок, прежде всего. Ну, конечно же, для тех, кому разрешают, кому можно. И это ночная маска от корейского бренда класса Middle Market Mesh, которая упакована в такие замечательные саше. Это не одноразовый пакет, эта крышка закручивается и откручивается. В этой линии несколько ночных масок, но я выбрала именно эту с тыковкой, для того, чтобы придать моей коже более энергичный вид. Очень удобная, к тому же забавная упаковка. Замечательное средство выглядит. И я обязательно буду тестировать эту маску, так как планирую видео в самое ближайшее время сделать о своей отпускной косметичке. Какие же средства мы можем с собой набрать в поездку, в командировку, в отпуск, чтобы наша косметика не занимала пол чемодана, но чтобы мы все равно оставались ухоженными и красивыми. Замечательная маска. Накупила от души. Будем смотреть. Следующее средство. Вот такие малышата живут у нас уже очень много лет. У меня и у ребенки. У нее свой, у меня свой. Очаровательнейшая упаковка. Матрос удалой осьминожек из семейства Тако. А Тако это название самого настоящего семейства мореплавателей. В этом семействе есть и патчи для удаления черных точек, и пенищаяся маска замечательная, которую очень любит ребенка. И вот такой скраб против черных точек. Отлично отшелушивает кожу, борется с комедонами. И у очень многих девушек есть осветляющий эффект. Это средство может осветлять головки комедонов так, что их становится не видно. И кожа выглядит, конечно же, сразу более ухоженной. В этой же линии есть замечательный санскрин. Если кто-то из подростков, из детей управится, санскрин наносить не хочет и не любит, можно его попробовать перехитрить. По крайней мере, ребенку я на уход за кожей с помощью вот таких маленьких паразитов великолепно умудрилась подсадить. Замечательное средство. Бренд бюджетный. Тони Молли. Детский, полудетский, подростковый. Но мне это средство очень нравится. Следующее средство. Это патчи для кожи вокруг глаз с какао. Здесь в упаковке сами патчи. Обязательная стандартная лопаточка для извлечения средства из баночки. И сами патчи выглядят вот так. Это средство, как и следует ожидать от какао, взбадривает кожу вокруг глаз, энергизирует ее и улучшает в этой области кровообращение. Что помогает бороться и с утренними припухлостями под глазами, и с небольшими темными кругами, которые возникают от усталости. Никаких синяков под глазами, никакие патчи вывести не могут, потому что синяки это проблема не пигментационная, а проблема с сосудиками. Это все совершенно другое. Буду тестировать эти патчи, обязательно расскажу, что я о них думаю. В линии несколько видов патчей, но мне захотелось именно какао. Я очень люблю самые разнообразные патчи для кожи вокруг глаз. Все время тестирую новые и с удовольствием со своими читателями, зрителями и одногруппницами на Facebook этой информацией делюсь. Следующее средство – это палочки для удаления комедонов. В такой упаковке находится 20 палочек, что в них интересно. Ну, давайте посмотрим. Вот такая палочка. Для чего вообще нужны палочки для выдавливания комедонов? Я думаю, что все девушки давным-давно уже знают, что выдавливать комедоны пальцами – это фу! И используют всевозможные приспособления для этого, специальные. Потому что есть патчи, есть скрабы, но не все комедоны так послушненько вылезают от них. Иногда после скраба, после каких-то патчей для избавления от черных точек очень неплохо этим комедонам помочь из кожи выбраться. Но, как мы видим, металл, он и в Африке металл, он все-таки не так хорош для кожи. Здесь то же самое сделали из пластика. Очень удобная форма, изогнутая, гладенькая все, без каких-либо грубых или режущих краев. И на другой стороне такой тампончик небольшой. Надавливаем на комедон, чтобы он был здесь посерединке, в этой петельке он вылезает, мы его убираем оттуда. А этот конец палочки имеет смысл пропитать, например, каким-то дезинфицирующим, обеззараживающим средством, или лосьоном, или тонером с цинтеллой азиатской, чем угодно. Выдавили, обработали, выдавили, обработали, выдавили, обработали. И так пока комедоны не кончатся. Но они редко у кого-либо кончаются вообще. Но эти палочки очень удобно использовать. К тому же это средство гигиеничнее, чем обычные палочки. Если металлические аксессуары нам приходится как-то мыть, дезинфицировать, то здесь все это одноразово использовали, выбросили. Если еще не пробовали такие палочки, очень рекомендую. Очень удобно, очень комфортно. Все ссылки на все средства вы, как всегда, найдете в инфобоксе под видео. Заглядывайте. Следующее это спонжик силиконовый для нанесения BB кремов. Иногда в жару такие силиконовые спонжики работают с BB кремами лучше, чем их родные подушечки. Ну, бывает такое. Летом все-таки и поры расширяются волей-неволей. И возникает неприятное ощущение из-за сибума. И именно летом мне больше нравится использовать силиконовые спонжики. В особенности такие. Это силиконовый спонжик от Etude House в виде вот такого замечательного котяры. Следующее средство это патчи от прыщей. Кроме того, что эти патчи делают нежданных гостей более незаметными на коже, они еще и подлечивают воспаление. Патчи эти выпускают, наверное, каждый корейский бренд, кроме люксовых. Только самые ленивые корейские бренды их не выпускают. И между этими патчами есть огромная разница. От неработающих от слова вообще до великолепно действующих. Это новые для меня патчи. Я буду их тестировать и расскажу. К первой или ко второй категории я их отнесу. Следующее. Очень приятная, милая, освежающая маска для кожи губ. Никаких чудес антивозрастных она не сотворит. Но она очень комфортная, приятная. И если губы немножко пересыхают, это замечательное средство. Кроме того, если мы хотим нанести матовую губную помаду, которую мы все еще усердно донашиваем, то этот патч напитывает губы влагой. И даже самая зловредная матовая помада не делает губы похожими на иссушенную пустыню. Придаёт влажности, немножечко объема опять-таки за счет влажности. И после такого патча великолепно выглядит любая губная помада. Кроме того, забавная упаковка, детский бренд подростковый, ничего особенного. Но приятное средство. Следующее средство. Я думаю, что редко кто из девушек не пользуется тканевыми масками для лица. Но я думаю, что редко кто из девушек пользуется тканевыми масками для ногтей. Это тканевые маски, которые надеваются на кончики пальцев. Средства эти выпускают также очень многие бренды. И интересно оно тем, что кроме размягчения кутикулы, в некоторых средствах добавлены еще специальные ингредиенты, которые укрепляют ногтевую пластинку. В этих патчах можно лапать телефон, можно что-то делать на сенсорном экране. Конечно, часть эмульсии останется на телефоне, но тут уже приходится выбирать. Хочется посидеть с телефоном или хочется чистый телефон. Эти маски разложены на два кармашка, в каждом из которых лежит по 5 отдельных таких маленьких тканевых масок. Напитаны они густой, увлажняющей, насыщенной эмульсией. Средство замечательное, очень люблю ими пользоваться. И больше о таких средствах вы можете узнать из моего видео об уходе за возрастной кожей рук. Следующее средство тоже очень интересное. Многие девушки сталкиваются с проблемой. Кожа на локтях сохнет и напоминает коленки слона. Коленки слона у красивой женщины на локтях – это не камильфо. Но от них возрастные девушки меня поймут и мне поверят. Иногда бывает очень трудно избавиться. Поэтому в Корее выпускаются специальные патчи, которые размягчают кожу локтей. Такие же патчи в Корее выпускаются в промышленных количествах и для пяток. В одном из своих видео я рассказывала о таком офигенчике. Здесь мы имеем дело с локтями. Давайте я вам покажу, что здесь есть. Такие одноразовые упаковки. И здесь нам с вами черным по-белому, по-корейски и по-английски написали, что же нам с засовшими локтями делать. В упаковке находятся, сюрприз-сюрприз, две наклейки. Ну, так как два локтя. И мы просто снимаем защитный слой, наклеиваем эту телесного цвета мягкую-мягкую наклейку на локти. И держим это дело на локтях не больше четырех часов. То есть сколько угодно, но не больше четырех часов. Локотки потом становятся мягкие-мягкие, их уже не хочется кусать и выглядят замечательно. Отличное средство, очень рекомендую, если кто еще не пробовал. Следующий самый настоящий офигенчик. Летом азиатские девушки не используют пудровые листочки, к которым европейки так привыкли. Напротив, используются специальные промокашки для того, чтобы удалить лица лишнее сибу. Очень многие бренды упаковывают их вот в такие пудреницы. Давайте посмотрим, что в такой пудренице есть. Пудреница как пудреница с зеркалом, со спонжиком. Очень мягкий, нежный спонжик, но вместо пудры здесь находятся вот такие бумажки. Что мы с ними делаем? Промокаем кожу и снимаем использованную бумажку. Под ней остается наклейка. Тогда мы назад кладем спонжик, и к нему уже приклеивается следующая бумажка. Вещь очень гигиеничная. Это, во-первых, не нужно лазать ни в какие коробочки, ни в какие листики доставать. Во-вторых, это намного элегантнее смотрится, нежели мы будем доставать бумажку и пытаться что-то ей на себе протереть. Подсказка. Когда вы наносите BB-крем, и у вас нет времени дать ему усесться, а очень многие азиатские BB-кремы любят посидеть и подумать, прежде чем начать выглядеть хорошо на нашей коже. И иногда они усаживаются от 5 до 10 минут. Не у всех такое количество времени, особенно с утра, есть. Поэтому берем BB-крем, наносим, промакиваем вот такой бумажкой, и ждать 10 минут не нужно. BB-крем усядется значительно быстрее. Для девушек с жирной кожей это самая настоящая мастхевина. В чем радость? Не забивает поры, потому что в ней ничего нет. Не раздражает кожу, потому что в ней ничего, опять-таки, нет. Не разводит бактерии, опять-таки, потому что в ней нет никакой пудры, никакой присыпки, никакого талька. И эти бумажки одноразовые. Замечательное средство на лето, очень рекомендую. Ну, а еще одна упаковка. Это пенка для умывания. Вот так замечательно ее упаковали в отдельные, очень красивые саше. Это пенка с кислотами. Я не использую такие средства в своем уходе за кожей, но она нужна мне для другого видео. Будет очень интересное видео-эксперимент в самое ближайшее время. Заглядывайте на канал обязательно. И когда я сделаю тот эксперимент, который задумала, то эту пенку я отдам кому-нибудь из своих знакомых, кто средства с кислотами использует. Потому что бренд хороший, хотя малоизвестный, у них есть великолепнейшие бюджетные тканевые маски и есть замечательные альгинатные маски. Так что выбрасывать я все равно это средство, конечно же, не буду. Вот такая получилась распаковка. Я надеюсь, что видео было для вас интересным, информативным и что вы обязательно приглядели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня заглянул на мой канал. И до следующего раза! Всем пока!